друзья мои всем привет сегодняшнее видео посвящаю любителям заказываться алиэкспресс сегодня будет терморегулятор с китая и так сегодня в общем у нас будет вот такой вот терморегулятор сенсорный не сенсорный пока ничего не понятно но тут управление в общем у него электронные данный терморегулятор заказывался с алиэкспресс как он работает мы это посмотрим чуть позже возможно в другом видео если это получится так но суть вообще это видео заключается в том что данные аппараты которые заказываются алиэкспресс всегда нужно заказывать со стаканчиком которые специально предназначены для того чтобы монтировать эти регуляторы выключатели розетки стену так как наши стандартные которые мы обычно ставим для наших местных так сказать терморегуляторов и выключатели розеток они просто не подходят вот потому что у них все квадратное у нас все круглое ну вот короче вот это отличие и для того чтобы монтировать такие вот при примочки на стену в стену нужно заказывать отдельно стаканчики специальные квадратные стаканчики которые также продаются на алиэкспресс их просто нужно заказывать вместе с такими вот приборами так как мой заказчик не заказал данный стаканчик придется сейчас мне изобрести что-нибудь чтобы смонтировать данные конструкцию в стену короче я взял вот такую вот коробку для наружного монтажа и сейчас попробую из нее сделать стаканчик для моего регулятора вот она такая квадратная и ну должна подойти как раз для этих целей в общем что у меня получится смотрим дальше а пока будем делать и стереть вот из этого поехали данный терморегулятор крепится вот на такую вот планку и короче эту планку сейчас нам нужно подогнать сюда но я думаю всем уже понятно что мне нужно вырезать отверстие в коробке для того чтобы там разместить все провода подключения соединения и уже после после того как я заморую стену наклею уложу плитку сверху я уже вот эту рамочку буду устанавливать поверх самой плитки потому что она фиксируется вот так вот одевается и вот здесь вот с помощью вот этих вот фиксаторов защелкивается то есть вот это вот у нас рамочка должна быть на плитке и потом уже устанавливается там терморегулятор дело вроде все просто поставили разметили убрали лишнее и потом пойдем монтировать вот эту коробку стену поехали а 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 и так ну что ж сделали мы коробочку теперь будем ее монтировать на стену так 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 короче коробочка наша должна находиться здесь отметили разметку сделали и вырезать теперь нужно под коробочку изначально терморегулятор я хотела расположить здесь механически простой который я обычно ставлю но так как заказчик все таки заказал иной терморегулятор фирменный китайский будем устанавливать его а этот стаканчик получается у нас уже не пригоден ну вот в принципе как то так нам надо вырезать выдолбить выштробить и уже будем потом делать установку а и в в в в от в в и в Продолжение следует... Ну вот, в принципе, как-то так он должен быть у нас установлен. Даже я не буду убирать эти вот резинки. Там как хорошо просто вот так вот вставляешь и прям идеально входит. Теперь нам надо просверлить отверстие через стенку, чтобы пропустить там термодатчик и питание к нашему терморегулятору. Ну, также еще питание на теплый пол. В общем, сейчас будем делать это. Ну, в принципе, вот, коробочка готова. Ничего вроде сложного в этом не было. Почти как ротная. Единственный момент, что нам нужно сделать так, чтобы потом мы могли закрепить эту рамку. Соответственно, нам надо высверлить два отверстия под дюпель-гвоздь или под саморез, под дюпеля простые, короче, чтобы можно было потом эту рамочку закрепить на длинных саморезах. Ну, других вариантов я просто не вижу. Пока так. Делаем дальше. Продолжаем монтировать китайский термодатчик. Он просверлил отверстия, воткнул туда два чопика, для того, чтобы закрепить вот эту вот рамку. Будем ее крепить на саморезы через палитку прямо туда. Ну, примерно так это все должно выглядеть. Два самореза, планка, рамка и провода. Теперь нам нужно зачистить все провода и уже подключить непосредственно к саму термодатчику. Подключим и потом уже смонтируем его окончательно на место. Так, ну что ж, вот такой вот у нас терморегулятор, который должен будет у нас здесь стоять. Берем. Определяем, куда нам нужно подключить питающий провод. Это вот здесь вот L и N. Это значит, сюда входит питающий провод 220 вольт. 16 А output, это у нас выход на теплый пол. И здесь написано сенсор, сюда вот подключается сам термодатчик. Термодатчик, который сейчас у нас находится в полу. Главное соединить все правильно и у нас все будет работать. Так, это у нас идет провод от теплого пола. Мы его аккуратненько скручиваем и фиксируем. Полярность тут не обязательно, так как у нас это, здесь у нас переменный ток. Теперь нам питающий провод 220 вольт. Продолжение следует... Так, ну что ж, все провода у нас подключены. Теперь запихиваем на место. Раз, два и три. Что у нас получится, не знаю. Короче, эту рамку я решил не ставить, потому что с ней как-то вообще неудобно ни поставить, ни снять. Просто напрямую через вот эти вот отверстия закрепил саморезами рамку. И вот она жестко стоит и не шевелится. Так как это у нас не розетка, его дергать никто не будет. Циферблат, то есть вот эта панель у нее сенсорная. Нажимаешь аккуратно и все, и устанавливаешь то, что тебе надо. Доработал, доделал, додумал. Вот так вот, в общем, я и вышел из положения. Так, сейчас одену эту на место и продолжим. Так, все, смонтировал, установил вот такой вот черный, черного вида мониторчик у нас. Пленочку пока снимать не буду. Сейчас дам питание, проверим. Понажимаем на эти кнопочки, проверим, как он работает. Самому интересно стало. Ну, короче, типа питание дал. Оу, круто! Экранчик согорелся, сразу показывает комнатную температуру. Это 30 градусов. Floor Temp написано. Это значит комната температуры. Температура пола 15 градусов. Мы можем ее увеличивать. До нужной нам температуры уменьшать. Также можно задавать время. Время пока у нас тут неточное. Хотя, кто его знает. Нет, неточное время. Настраивать не буду, потому что все равно сейчас питание я отключу. Так, тут даже вот дат устанавливать можно. День, ночь. То есть задаем, программируем то время, когда нам, допустим, нужно, чтобы теплый пол включился или когда он выключился. Когда он у нас работает, когда не работает, мы регулируем сами. Если нам теплый пол не нужен, мы просто вот так нажатием кнопки выключаем, и все, он у нас не работает. Нажимаем, сразу включается. Отлично, вообще шикарно, мне нравится. Ах, еще бы узнать, сколько он стоит. Ну, надеюсь, мы это узнаем. Заказчик сам об этом скажет. Все. Монтаж терморегулятора завершен. Все было несложно. Доработали, додумали, доделали. Все. Теперь у нас работает. Всем спасибо. А всем пока. И обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли заказывать в Алиэкспресс. О, у нас экранчик затускнел. Это для ночного режима, в режиме ожидания. Стоит ли заказывать в Алиэкспресс такие вещи? Заказываете вы их или нет? Я сам заказываю. А как ваши, как вы думаете, хотелось бы тоже узнать. Ладно, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok